Добрый вечер, уважаемые коллеги! Вижу, что пишите, что нет звукоизображения и так далее. Давайте сейчас проверим, есть ли звук, появилась ли я. Вижу, пишите, что есть. Отлично! Я буду надеяться на хорошее качество интернет-соединения и у себя, и у вас. В любом случае, помните, что если вдруг у вас будет зависать звук, то можно заморозить видео со мной, оно не так важно. И в крайнем случае попробовать, если вдруг нет звука, то подвигать ползунок на видео со мной, ползунок громкости, либо перезайти через другой браузер. Вот есть такие три способа, если вдруг что-то у нас случится со звуком. Итак, поговорим мы сегодня с вами о проектной деятельности, причем рассмотрим ее именно в начальной школе. Тему я назвала «Организация проектной деятельности в начальной школе. Воспитываем маленьких исследователей». Я надеюсь, что вам будет интересно, и очень интересные у меня сегодня примеры. И здорово будет, если вы будете в чате писать, как ваши школьники к тем или иным проектам относятся. Может быть, вы напишите, что какой-то у них из тех, что я покажу, самый любимый. Может быть, напишите какое-нибудь оригинальное решение данного проекта. И так далее. В общем, буду очень-очень этому рада. Начать мы, конечно же, с вами должны, не проходя мимо метода проектов. Поэтому начну с цитаты, которая нас к этому всему плавно подведет. «Ребенок — это исследователь по своей природе», сказал Александр Ильич Савенков, известный психолог, как раз занимающийся проблемами воспитывания в детях, чувства исследователя, развитие у них мышления, воображения, именно с точки зрения проектных работ и проведения всевозможных исследований. Так, что же такое метод проектов? Метод проектов — это совместная деятельность учителей и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы. Такое определение нам дает Евгений Семенов-Ноповод в одной из своих книг, посвященных как раз новым педагогическим технологиям. И в том числе методу проектов. А что же об этом говорят Килл Патрик и Дьюи, которые являются основоположниками данной теории? Итак, Килл Патрик считал, что метод проектов — это от души выполняемый замысел. «Hearty purposeful act». Посмотрите, мы уже можем соотнести данную фразу с той цитаты, о которой я начала, то, что это идет откуда-то из глубины души, от природы. Также Килл Патрик считал, что у любого проекта есть четыре фазы. Это фазы замысла, планирования, исполнения и, конечно же, оценки. И то, что при выполнении проекта учитель может как-то работать внутри группы, но никак не помогать выполнять тот или иной проект. Немножечко посмотрим с вами на историю метода проектов, когда он возник, и какие у нас основные есть представители. Возник он в начале XX века в США. Соответственно, как я уже сказала, основоположниками были Джон Дьюи и его ученик Вильям Килл Патрик. В 1918 году вышла статья Килл Патрика «Метод проектов». В России метод проектов стал применяться с 1905 года. Посмотрите, в начале XX века, когда под руководством Станислава Теофиловича Шацкого была организована специальная группа сотрудников, которая пропагандировала метод проектов среди российских педагогов. Тогда-то метод проектов и вошел уже в массовые школы. В послереволюционный период, по инициативе Надежды Константиновны Крупской, метод начал применяться уже широко, то есть на всей территории Советского Союза. В 1931 году метод был осужден как чуждой советской школе и не использовался вплоть до 80-х годов XX века. В начале 90-х метод проектов вернулся в российские школы благодаря исследованиям профессора Евгении Семеновны Полот. Вот такой краткий экскурс. Но для нас ведь самое главное. В советской школе были года, когда метод проектов не использовался. И согласитесь, что и без метода проектов, не заостряя на нем внимания, у нас учили и учили очень хорошо. Так зачем же нам необходим сейчас, особенно в рамках федерального государственного образовательного стандарта, метод проектов? Что он позволяет делать? Он позволяет научить учащихся самостоятельному критическому мышлению и умению работать с информацией. Это действительно так. Потому что, выполняя любой проект, когда мы читаем задание, перед нами ставится какая-то проблема, которую мы должны решить, соответственно, применив критическое мышление. Для того, чтобы выполнить тот или иной проект, нам нужно поработать с определенным количеством информации. Соответственно, мы должны научить ребят как-то разбираться в ней, как-то работать. То есть мы должны научить этим стратегиям, работать с информацией. Метод проектов позволяет научить размышлять, опираясь на знание фактов, загономерности науки, делать обоснованные выводы. Действительно, просто знать много-много информации либо уметь ею пользоваться недостаточно. Нам нужно уметь делать из прочитанного определенные выводы, причем уметь их обосновывать. Почему я взял именно этот материал, а не другой? Почему вот этот пункт я буду использовать, а этот нет? Почему эти картинки мне подходят к проекту, а данные не подходят? И так далее. Научить принимать самостоятельные аргументированные решения. Потому что когда мы что-то выбираем, когда мы что-то просматриваем, мы должны уметь объяснить, зачем мы это делаем, для чего оно нам понадобится. Научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. Это одна из главных тем при проведении метода проектов. Учащиеся у нас делятся на группы, выполняют проекты, как правило, в малых группах сотрудничества. Соответственно, им нужно научить между собой как-то общаться, научить понимать друг друга. И как между собой научить общаться, так и представлять свой проект перед классом и педагогом. Что же у нас считается проектом в начальной школе? Подготовка к проектной деятельности у нас происходит в начальной школе. и прообразом проекта являются проектные задачи, вокруг которых как раз и разворачивается вся работа. Что же такое, по сути, проектная задача и чем она отличается от проекта? Если проект ставит перед нами какую-то проблему, либо эту проблему можем согласно заданию, нам должны, допустим, дать только тему, а проблему, как мы это изобразим, в виде чего, мы можем придумать сами, соответственно, проанализировав, допустим, то, что нам необходимо сделать. То, что касается проектной задачи, это еще идет такая пропедевтика, и поэтому мы только готовимся к тому, чтобы выполнять настоящие проекты. Потому что проектная задача представляет собой выполнение некоторых упражнений, либо заданий, которые находятся в определенной какой-то системе и посвящены чему-то одному, какому-то тому, чтобы мы достигли какого-то определенного результата. И благодаря тому, что у нас есть все материалы уже, и мы их выполняем, эти задания, мы решаем ту или иную проектную задачу. Мы такие примеры с вами сейчас посмотрим. Соответственно, проектные задачи будут у нас зоной ближайшего развития, потому что, выполняя такие проектные задачи, мы готовим ребенка к тому, что уже в подростковом возрасте, в пятом классе, они будут готовы решать уже настоящие проекты, уже более крупные, в которых не будет уже готового за них материала, в которых за них никто ничто не разберет, где им придется совсем копаться, разбираться самим. Перед вами пример из учебника happyenglish.ru для второго класса. Посмотрите разворот, замечательность песни «Mild Granny Hally House». И у меня сразу к вам вопрос. Понятно, что нужно с песней сделать. У нас написано, прочитай текст песни, замени картинки словами, найди в ней слова, при чтении которых ты слышишь определенные звуки. Нам говорят, что песню нужно послушать еще раз, сказать, какие животные издавали эти звуки. А где же у нас здесь проектная задача? Как вы думаете? В чем же она будет состоять? В инсценировке. Абсолютно согласна с вами. Действительно, в восьмом упражнении, посмотрите, нам нужно разделиться на несколько команд. Мы видим, что уже идет деление на группы. Мы распределяем роли, что тоже относится к проектной работе. И более того, это отмечено в параметрах внешней оценки проекта. Мы их увидим немножечко позже. Мы готовимся к инсценировке. А на следующем уроке проводим конкурс на лучшую инсценировку данной песни. Посмотрите, это идет такая маленькая, но уже проектная задача. Еще пример из happyenglish.ru для третьего класса. Посмотрите, у нас слева страничка из учебника, справа из рабочей тетради. Чтобы было понятно, как это именно оформляется. Проект. Представь, что твоя любимая игрушка могла бы написать о том, как ты обычно проводишь время. Помоги игрушке и напиши этот рассказ от ее имени. По сути, что мы должны сделать? Мы должны проанализировать всю изученную до этого информацию. А мы уже выучили как раз на этот момент, как правильно сказать, что и когда я делаю в течение дня. Соответственно, перенести этот опыт на свою игрушку, нарисовать игрушку, либо приклеить фотографию этой игрушки, либо изображение этой игрушки любимой в рабочую тетрадь и описать все, что нам осталось. Тем не менее, у нас есть уже какой-то материал. Мы знаем, что конкретно нужно сюда приклеить на это место. Нам здесь не нужно так много творчества. Но чтобы это все правильно описать и выполнить данную проектную задачу, мы должны приложить, согласитесь, тоже некоторые усилия. Либо такой пример из пособия RedUp для второго класса. Прочитай инструкцию и сделай свое фамильное дерево. Нам указывается, что мы должны приготовить для того, чтобы это дерево у нас получилось. Здесь у нас ножницы, стаканчик и определенного цвета цветная бумага и так далее. Но в чем же здесь состоит сам проект? Посмотрите, у нас есть конкретное исследование. Мы должны оформить именно фамильное древо. Для того, чтобы нам было сделать нам помимо имен себя любимых и мам, пап, нужно еще вспомнить, допустим, как звали бабушку, дедушку или может быть еще прабабушку и прадедушку. Может быть еще каких-то родственников добавить. То есть зависит от того, какое у нас получится деревце. Смотрите, целая, такая уже маленькая, но исследовательская проектная задача. Пример из мили для третьего класса. Здесь мы делаем поделку. Но поделку у нас выполняется не для того, чтобы поставить ее на полку и про нее забыть. Конечно же, нет. Ребята делают робота, вписывают на стенки робота определенные, рисуют определенные значки. Каждый значок что-то обозначает, то есть кто-то или иной глагол. И делают, затем они с этим роботом разыгрывают сценки. Они играют в игру, что может твой робот. Посмотрите, мы выполняем проектную задачу для того, чтобы потом могли перевести эту игрушку, использовать ее в речь. То есть с помощью нее составлять какие-то определенные высказывания. Пример из Enjoy English для второго класса. Посмотрите, у нас идет проект, в котором мы должны сделать закладку. Я думаю, что все из вас этот проект выполняли. Ребятам очень нравится рисовать закладки по ладони своей. Зачем мы здесь это делаем? Не для того, чтобы просто закладку положить себе куда-нибудь книжку и забыть про нее? Нет, конечно. Мы делаем этот проект для того, чтобы подарить закладку своему другу, тому, который отгадает, что на ней написано. Посмотрите, здесь у нас проект имеет определенную направленность. Тем не менее, он такой очень даже творческий. Соответственно, нам нужно с вами посмотреть на типологию проектов, какие же они бывают. Проекты делятся, например, по доминирующей в проекте деятельности. Соответственно, выделяют исследовательские проекты, поисковые проекты, творческие, ролевые, практикоориентированные и ознакомительно ориентированные. Смотрите, какие у нас есть, например, примеры в учебниках. Милли для третьего класса. Немножечко приближу. Что нам нужно сделать по заданию? Нам нужно разузнать у одноклассников, чтобы они хотели получить в подарок на день рождения и как они планируют отмечать день рождения, какая у них будет вечеринка. Для этого нам нужно у каждого из них спросить, задать определенные вопросы, получить ответ и заполнить небольшую таблицу. А после этого сделать такую замечательную поздравительную открытку. У нас есть уже примеры. Мы выясним, допустим, что хочет получить тот или иной одноклассник в подарок. Соответственно, мы можем это изобразить на открытке, либо что-то приклеить на открытку и сделать красивые подписи. Вот, пожалуйста, абсолютно полностью проектное такое задание. Проектная задача. Enjoy English для второго класса. Выполняем проект, а именно делаем книгу для своего друга. Мы ее дарим другу. Опять же, мы выполняем проект по определенной инструкции. Мы вкладываем в него душу, мы здесь рисуем и обложку. И у нас есть, смотрите, выходные данные, фамилия автора, фамилия художника. Все мы это оформляем, абсолютно во втором классе чувствуем себя как большие издатели. После чего мы эту книгу дарим своему другу. Редап для третьего класса. Посмотрите, здесь у нас проект, не как предыдущий, просто творческий. Нет, здесь у нас проект практикоориентированный. Почему он у нас практикоориентированный? Потому что мы делаем кормушку для птиц. То есть, результат проекта, выполненного нами, будет использован на практике. Потому что мы сначала расставим в правильном порядке предложения, согласно картинкам, что нужно сделать. Затем мы эти все действия проделаем в действительности. Мы действительно возьмем коробку из-под молока, ножницы и так далее. Все выполним, как здесь нам написали, и обязательно посмотрите, последним седьмым пунктом у нас идет на картинке, на фотографии мальчик вешает кормушку, и мы ее также тоже с вами можем сделать и повесить. И кормить птичок. Следующая типология проектов это по предметно-содержательной области. Соответственно выделяют монопроекты, то есть те проекты, которые выполняются в рамках одной области знаний, одного предмета, либо межпредметные проекты, то есть когда в проектах затрагиваются еще какие-то другие области знаний, другие предметные области. Как правило у нас с вами на иностранном языке проекты будут межпредметные, Потому что у нас будет затрагиваться обязательно какая-то еще область, какая-то еще наука, помимо иностранного языка. Почему? Потому что у иностранного языка, как такового, нет своего предмета речи. Мы обязательно будем с вами на иностранном языке говорить о чем-то. Например, если нам нужно, как в учебнике МИЛИ для четвертого класса, изучить сначала, прорешать сначала определенные загадки, квиз, мы их прорешиваем. В следующем задании мы на второй страничке, посмотрите, на 109, мы смотрим, какие бывают типы квизов, типы этих загадок, что они бывают с выбором ответа, либо они бывают с тем, что нужно самому вписать какой-то ответ. А после этого у нас в рабочей тетради есть задание, когда мы должны сами написать такие загадки, пазлы для своих друзей, либо мы должны написать о своем любимом персонаже, используя тоже уже данные нам фразы, но тем не менее нам нужно здесь, посмотрите, и нарисовать, и написать, и составить что-то самому, да? Пускай по образцу, который мы до этого рассмотрели, но тем не менее самому. Либо, как на соседней странице, мы должны составить такие задания, да, к прочитанному тексту. Тоже какие-то очки, чтобы они были такие забавные, занятные и требовали критического мышления. Следующий пример, это пример из Редапа для четвертого класса. В чем у нас состоит суть задания? Суть задания в том, что нам нужно нарисовать свой собственный талисман олимпийских игр. До этого мы, конечно же, уже читали текст о талисманах олимпийских игр, которые уже были. Мы даже заполняли таблицу, используя информацию, да, из прочитанного текста о талисманах олимпиад. Но после этого у нас есть творческое задание. Причем это творческое задание, да, тоже можно превратить в такой определенный проект, когда мы можем устроить после этого выставку рисунков, да, то есть у нас конкретный выход из данной проектной задачи – это выставочный рисунок своего, возможно, будущего талисмана олимпийских игр. И у нас, конечно же, идет связь, в данном случае, с физкультурой. По характеру координации проекта выделяется непосредственная координация у нас бывает, то есть здесь она будет либо жесткая, либо гибкая. И скрытая координация, когда у нас будет координация над проектом, учителям проводиться неявно, либо когда педагог будет имитировать участника проекта. Как правило, мы в начальной школе все-таки пользуемся непосредственной координацией, то есть педагог непосредственно смотрит за тем, как ребята выполняют тот или иной проект, если они делают его, да, на уроке при нем. Однако ничего страшного, если вы, допустим, можете с какой-то одной из групп вместе что-то делать, либо и той, и другой группе что-то помочь там, что-то помочь здесь понемножку, да, но тем не менее вы будете не столько помогать, сколько может быть просто присутствовать и тем самым, не знаю, поднимать боевой дух учащихся. По характеру контактов выделяют проекты среди учащихся одного класса или школы, то, что мы чаще всего с вами проводим, среди учащихся одного города, такое тоже, конечно же, встречается. Чуть реже встречаются проекты среди учащихся одного региона и совсем уже, да, такие редкие бывают международные проекты, как правило, это могут быть уже в старших классах, веб-квесты и так далее, да, то есть это будут уже более крупные международные проекты. По количеству участников проекта выделяются индивидуальный проект, парный проект и групповой, конечно же, как проект, и, как правило, в начальной школе мы решаем проектные задачи либо в паре, либо в группе, а проекты такие уже, да, более или менее полноценные мы выполняем, конечно же, в группах. По продолжительности проекта выделяются краткосрочный проект, среднесрочный проект и долгосрочный проект. Чем отличаются они от собой, друг от дружки, это тем, что краткосрочный, это будет проект, как раз, который выполняем мы с ребятами обычно, один или два урока. Среднесрочный, это проекты, которые выполняются от месяца до полугода, и долгосрочный, это все то, что мы с ребятами делаем больше полугода. То есть сюда, опять же, да, как раз входят телекоммуникационные проекты, веб-квесты и так далее, то есть все, что уже не для начальной школы. Я говорила о параметрах внешней оценки проекта. Давайте мы посмотрим на них, выделены они Евгении Семеновне и Полот. Мы сначала рассмотрим все параметры, а затем посмотрим на примерах, как мы их можем применить к начальной школе. Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематики. Здесь мы с вами видим, что учащиеся, соответственно, должны уметь решать, актуальна ли эта тема для них или нет. Но что касается начальной школы, то, конечно, мы не можем им этого позволить, потому что актуальность решена уже за нас, у нас уже есть проектная задача, которую мы должны решать. Соответственно, учащиеся у нас решают ту проектную задачу, которая поставлена перед ними авторами учебника. Однако второй параметр, посмотрите, пожалуйста, корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов. То есть мы с вами должны смотреть за тем, чтобы ребята правильно подходили к решению той или иной проектной задачи. Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями. Педагог, конечно же, смотрит за тем, чтобы каждый ребенок в группе, в соответствии с его возможностью, обязательно участвовал в проекте, чтобы не было тех, кто просто пришел и за счет другого отсиделся. Потому что каждый ребенок по-своему талантлив, каждый может что-то сделать полезного для проекта. Это могут быть какие-то рисунки, кто-то из ребят, может, рисует граффити очень красиво, кто-то хорошо, может быть, поет, и это замечательно поможет в инсценировке песни, как мы видели на первом примере сегодня. Кто-то, возможно, я не знаю, хорошо делает поделки, кто-то очень ровно умеет резать ножницы по бумаге. Разное бывает, главное, чтобы каждый участник проекта в данном проекте был активен. Коллективный характер принимаемых решений при групповом проекте. Естественно, так как каждый ребенок может что-то делать свое, и в чем-то он будет лучше, тем не менее, решение им придется принимать от всей группы, как, в какой форме они будут представлять тот или иной проект. Вплоть до того, какая может быть цветовая гамма у плаката. Соответственно, они должны уметь принимать решения вместе в группе. Характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемость участников проекта. То есть мы должны их научить. Если у них что-то не получилось, они всегда могут попросить друга помочь. Необходима и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечения знаний из других областей. Это то, что мы с вами видели. Проекты у нас межпредметные, соответственно, например, для составления такого квиза, который мы видели в учебнике МИЛе, нам, конечно же, понадобятся знания из других областей, например, из биологии или литературы. Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения и выводы. После того, как они выполнили проект или проектную задачу, конечно же, они должны уметь саргументировать, почему они выбрали именно такую форму представления. Для инсценировки песни, почему они именно так распределили свои роли, или почему они именно так решили проинсценировать песню и так далее. Эстетика оформления результатов проведенного проекта. Конечно же, приятно, когда проект оформлен эстетично и красиво. Но для этого, конечно же, прикладываются большие усилия. Соответственно, мы и следим с вами за таким параметром оценки, как эстетика оформления результатов. И самый последний, на мой взгляд, очень важный параметр оценки – это умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы. То есть они должны уметь представить свой проект, уметь ответить на вопросы одноклассников, на вопросы учителя. То есть мы всему этому, конечно же, в процессе выполнения проекта ребят обучаем. Посмотрим на примеры. Я говорила, что как раз мы посмотрим на пример, который можно оценить как уже полноценный проект. Перед вами пример из happyenglish.ru для четвертого класса. Проект называется I went on holiday. Что нам нужно сделать? Расскажи одноклассникам о том, как ты ездил в отпуск. Покажи им фотографии и ответь на их вопросы. Послушай рассказы своих одноклассников и задай им вопросы. Чей рассказ тебе больше всего понравился? Почему? Посмотрите, четвертый класс. Выполнение такого замечательного проекта, проектной задачи. У нас ребята подбирают фотографии, делают рассказ, отвечают на вопросы одноклассников. Работают в данном случае. У нас проект, конечно, получится, скорее всего, индивидуальный. Но тем не менее, они могут отвечать на вопросы одноклассников. Когда будут слушать одноклассника с таким же проектом, будут, соответственно, ему оппонировать, да, будут задавать ему вопросы. И, конечно же, в конце, в качестве рефлексии, у них будет ответ на вопрос в третьем задании, чей рассказ больше всего понравился. И обязательно объяснение, почему. Еще один пример из happyenglish.ru для четвертого класса. Проект, посвященный школьной форме. Посмотрите. Нарисуй или найди фотографию школьной формы, которая тебе нравится. Опиши ее. В классе, прочитай описание своему соседу по парте, не показывая ему рисунок. Твой сосед должен будет нарисовать эту школьную форму. Смотрите, у нас, да, проект, пускай и индивидуальный, он здесь представлен как индивидуальный, тем не менее, ребята могут выполнять его в группе. И выходом дальше, да, вторым заданием, нам нужно представить школьную форму, которая тебе нравится, классу, и сказать, почему она нравится. Обязательно используя уже данные слова и выражения. Это то, о чем я говорила. Проектная задача. Когда у нас уже есть способы решения, есть материал, с помощью которого можно проектную задачу решить, нам остается только все это применить, обязательно выполнить все задания, и на выходе у нас получится проект. В данном случае, да, проект школьная форма. В чем же преимущество групповой работы? Мы видели, что какие-то проекты выполняются индивидуально, допустим, про отдых, да, так как каждый ребенок со своими родителями индивидуально летом где-то отдыхал. В чем же все-таки преимущество в таком случае групповой работы? Мы посмотрим преимущество сначала для детей, а затем для педагогов. Итак, для детей они получают эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие из них вообще не могут включиться в общую работу класса без принуждения. У робких и слабо подготовленных детей развиваются симптомы тревожности, а у лидеров портится характер. Смотрите, довольно хорошие аргументы того, чтобы все-таки проводить проекты в группе. Имеют возможность попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и внимания всего класса. Опять же, то, что нам очередной раз подсказывает, что использовать групповую форму работы лучше. Приобретают опыт выполнения важнейших функций, составляющих основу умения учиться. Смотрите, умение учиться мы опять затрагиваем с вами в ГОС. Здесь у нас и контроль, и оценка, и целеполагание, планирование. Моделирование. Все будет входить сюда. Даже рефлексия. Что с точки зрения учителя? Каковы преимущества групповой работы? Учитель использует дополнительные средства вовлечения детей в содержании обучения. То есть это будет больше привлекать детей, чем просто обычный урок. Хотя и уроки у нас бывают, конечно же, интересные, да, и есть педагоги, у которых дети ходят с удовольствием из урока в урок, но когда у них встречается что-то очень такое интересное, очень новое и в другой форме, чем обычный урок, это дополнительная мотивация, которая при обучении английскому языку никогда не будет лишней. Органически сочетает на уроке обучение и воспитание. Одновременно строят личностно-эмоциональные и деловые отношения детей. То есть мы их одновременно и воспитываем, и обучаем, и все это у нас в рамках одного проекта. Идет систематическое наблюдение, мониторинг за формированием учебного сотрудничества в классе. То есть педагог может при выполнении проекта отследить, насколько хорошо учащиеся с ним справляются, да, и посмотреть, как у той или иной группы идут результаты, да. Допустим, вы несколько раз делили детей на группы одним и тем же образом, и группа, допустим, одна все время западает. Соответственно, вы по своему такому мини-мониторингу можете уже провести какие-то, да, небольшие перестановки в составе групп и посмотреть, может быть, так они будут работать лучше. Может быть, какие-то внутренние, да, личностные причины не позволяли им показывать высоких результатов, когда они были сформированы вот именно так в группы. Я не могла пройти мимо, конечно же, в ГОС. Смотрите, во второй колонке у нас представлены умения, которые формируются в процессе выполнения проектов. Перечень очень большой, я его сократила, но надеюсь, что такая таблица поможет вам при составлении конспектов, когда вам предстоит привести урок проекта. Что касается личностных планируемых результатов по ВГОС, среди умений, которые будут формироваться в процессе выполнения проектов, следующие, например, повышение мотивации учащихся, развитие творческих способностей, развитие личностных качеств, а именно доброжелательности, толерантности, любознательности, патриотизма или формирование основ гражданской идентичности. Среди метапредметных результатов ВГОС умение работать с информацией или текстом, умение работать с инструкцией, например, выполнять пошаговые рекомендации, умение анализировать информацию, делать обобщения и выводы, работать с разнообразным справочным материалом, вести исследовательскую деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в учебной деятельности, генерировать идеи, планировать свою деятельность, прогнозировать последствия, уметь контролировать и развивать информационную и компьютерную компетенции. Среди предметных результатов мы видим использование видов речевой деятельности в знакомых для школьников ситуациях и развитие умений представить результаты своей работы на изучаемом языке. Что касается пособия, например, редак для второго класса. Посмотрите, мы просим ребят прочитать инструкцию и сделать поделку. То, о чем мы сейчас говорили. Это предметный результат, потому что мы делаем что-то по инструкции. И это, конечно же, будет еще и проектной задачей, потому что мы выполняем определенный ряд заданий, определенный ряд упражнений, после чего мы получаем какой-то определенный продукт, например, клоуна. Пример из учебника Миле для второго класса. Мы выполняем проектную задачу, мы располагаем еду на тарелке. Еду мы, конечно же, вырезаем из специального раздела в рабочей тетради, приклеиваем ее, раскрашиваем обязательно и приклеиваем на тарелку. При этом у нас получается такое несколько выполнений некоторого ряда упражнений, которые приведут к конкретному какому-то проектной работе, результату проектной работы. HappyEnglish.ru для третьего класса. Если вы обратите внимание, у нас уже в разделе Homework есть задание «Нужно поиграть в игру «Верю-не верю». То есть у нас уже есть образец данной игры. Как же звучит сам проект? Используй интернет или книги и напиши, что могут и не могут делать разные животные. Подготовься к игре «Верю-не верю» в классе. Если в твоих утверждениях есть незнакомые слова, выпиши их на доске и переведи для своих друзей. То есть посмотрите, мы используем интернет, это как раз одно из метапредметных действий. Мы используем книги, то есть мы в любом случае где-то собираем и ищем информацию. Мы используем в виде образца игру, в которую мы уже играли выполняя домашнюю работу. «Верю-не верю». У нас есть образец, как можно оформить наш проект. Соответственно, нам остается только найти информацию и сгенерировать такую же по образу и подобию игру. То есть выполняя данную проектную задачу, в итоге у нас получится определенная игра, абсолютно новая, созданная нами. Соответственно, это будет проект. Пример из happyenglish.ru для третьего класса. Он такой очень творческий и очень вкусный, потому что ребят просят приготовить для мамы пирог и обязательно для этого использовать рецепцию страницы 54, которую я тоже здесь поместила. Посмотрите, у нас здесь есть и рисунки того, что нужно использовать. И результат, который получится в виде рисунка. Мы можем попросить ребят как раз в втором задании приготовить свое собственное блюдо, но также сделать список необходимых ингредиентов. Мы можем попросить его нарисовать и подписать. Можем попросить сфотографировать результат блюда, которое получится свое собственное, уже не пирог. Можем попросить, так же, как здесь у нас в примере на 54-й странице, у нас пирог, сердечко нарисован. Можем попросить и ребят тоже нарисовать. Здесь простор для творчества огромный. Можно все это тоже использовать. happyenglish.ru для третьего класса. Посмотрите, у нас на левой странице пример из учебника. На правой страничке это выполнение этого задания в рабочей тетради. Наклей на листок из разрезного материала фотографию или несколько фотографий своей семьи. Опиши одного из членов семьи. Одноклассники должны будут догадаться, кого ты описал. Воспользуйся табличкой. После чего учащиеся в рабочей тетради приклеивают фотографию кого-то из членов своей семьи. Описывают, используя данную таблицу. И, соответственно, уже на уроке в классе угадывают. Такой проект из happyenglish.ru для третьего класса. Он у нас связан, можно сказать, даже с географией, потому что ребятам нужно по плану, по карте где-то спрятать сокровище, а затем описать текстом, как до этого сокровища добраться. И более того, есть еще даже продолжение. Представить, что ты в Англии, предложить своим английским сверстникам найти твое сокровище по описанию. Смотрите, да, у нас такой совсем уж прям межпредметный проект. Или для третьего класса рабочая тетрадь. Мы делаем головоломку для своего друга. При этом, как мы ее делаем? Мы рисуем мешочек, в котором будут лежать подарки. Далее прорисовываем подарки, после чего закрашиваем подарки полностью черным цветом. И, соответственно, друг должен по силуэтам, которые останутся, догадаться, что же там в мешочке в подарок лежит. Смотрите, сколько критического мышления сразу и творчества. Либо такая проектная задача. Сделай головоломку для своего друга. Напиши три предложения, разрежь их пополам, перемешай половинки и проси друга составить предложение. Вроде бы не сложно, да? Но в итоге у нас выполняются после вот нескольких таких выполненных заданий получается итог, да? Сложенные вместе предложения. Либо такой пример у нас, тема погоды любимая, да? Здесь еще и погода в нашей определенной местности. Нам нужно нарисовать свой город. Мы можем сначала описать, используя слова в боксе, да? Либо город, либо деревню, соответственно, да? Можем нарисовать, что мы видим из окна, да? Какую погоду, что у нас там осенью происходит, допустим, или зимой, да? И таким образом это будет тоже такой творческий проект. Пример из мили для четвертого класса. Мы делаем, соответственно, сырконожку, да? А ребята ее выполняют не просто так, а как и того робота, который я уже вам показывала, для того, чтобы потом ввести все это в речь. Смотрите, ребята играют с ними, они задают друг другу вопросы, какая она длинная получилась, какого цвета, где она спряталась, да? Так они могут поиграть даже в двигательную игру. И все это исходя из того, что они выполняли поделку. Пример из happyenglish.ru для четвертого класса. Приближу. Расскажи одноклассникам о своей любимой книге. Задай им вопросы о своей любимой книге. Послушай рассказы своих одноклассников. Ответь на их вопросы. Оцени рассказы одноклассников, ответив на вопросы. Да, какая самая интересная книга и какую бы ты после того, как послушал, хотел бы прочитать. Более того, мы к этому проекту ребят готовим, потому что они выполняют следующее упражнение в рабочей тетради. Подготовься к проекту. Подготовь рассказ о своей любимой книге по плану. То есть мы их учим работать по плану. Мы им показываем, как это можно сделать. То есть они у нас уже абсолютно к пятому классу, придут готовые и умеющие работать с проектными задачами. Соответственно, что у нас такое проект? Проект – это поиск решения новых задач. Расширение когнитивного развития ученика в наибольшей мере способствует предоставлению ему возможностей исследовать окружающую среду и воздействовать на нее. То есть мы с вами видим, что основной идеей здесь является исследование всего, что есть вокруг нас. Соответственно, таким образом у нас ребенок будет умственно развиваться. обучая детей конкретным навыкам, то есть когда мы перекладываем из своей головы в голову ребенка какие-то определенные знания, умения, навыки, то таким образом мы лишаем их шанса сделать собственное открытие. Это слова Жанны Пиаже. Какие же золотые есть правила работы над проектом? Если эти правила стараться выполнять, то проекты превратятся для детей в самый, я так думаю, ожидаемый урок в четверти. Не перегружайте учащихся. То есть не давайте им заданий еще больше, чем уже дали им авторы в учебнике, потому что авторы знают, сколько нужно, насколько нужно нагрузить ученика, чтобы он с этим справился. И когда мы с вами хотим немножечко модернизировать, допустим, какой-нибудь проект, либо провести его по-своему, не всегда, к сожалению, это получается хорошо, потому что учащиеся иногда перегружаются, не до конца понимают, что от них хотят, и, соответственно, проект в таком случае у них будет немножечко провальным. Охотно предоставляйте направляющие указания. Если ребята обращаются к вам за какой-то помощью, то есть они просят вас что-то подсказать, либо показать, как делается, может быть, привести какой-то пример, в принципе, это ничего такого, потому что ребятам это необходимо, чтобы вы показали свою заинтересованность в их проекте. устанавливайте ограничения по времени, по количеству слайдов, по количеству иллюстраций и так далее. То есть если у нас в уроке 45 минут, то, конечно же, вы понимаете, что не все 45 минут будут задействованы именно на выполнение в группе проектов, потому что нам нужно сначала ввести ребят в курс дела, еще раз им все рассказать. Нам необходимо научить их, как и что нужно будет сделать, подробно по пунктам, чтобы потом они не задавали лишних вопросов. Соответственно, в конце вы будете проводить определенную какую-то рефлексию проведенного проекта на уроке. Соответственно, где-то минут 30-35 от урока у вас останется на само выполнение проекта. Соответственно, нужно их по времени немножко ограничить. Они должны заранее знать, что у них есть всего полчаса. Если они готовят какую-то презентацию, допустим, с вашей помощью либо самостоятельно, то, опять же, стоит их ограничить по количеству слайдов. Много слайдов и, допустим, много картинок, мало текста, хорошо, но лучше, чтобы все успели показать свой проект, а для этого лучше ограничить их количеством слайдов. Либо количество иллюстраций, например, которые они будут клеить на ватман, к примеру. Тоже можно их в этом, конечно же, ограничить, тогда вы точно все успеете. И тогда вы точно успеете в конце урока заслушать всех. Научите ребят заранее предупреждать о проведении опроса, интервью или анкетирование. То есть, если у нас, допустим, как в том проекте в Миле, нужно собрать какую-то информацию для того, чтобы сделать после этого проект, например, опросить одноклассников о том, что бы они хотели получить в подарок на день рождения, то лучше это, конечно, попросить ребят сделать еще до проектного урока, чтобы на урок они уже пришли с информацией. Возможно, она у них, естественно, не будет оформлена, но писать ее в таблицу, согласитесь, на уроке гораздо быстрее, чем и опрашивать, и вписывать, и после этого еще и рисовать подарочные открытки поздравительные. До начала урока убедитесь, что имеется все необходимое оборудование. Ножницы, клей, ватман, работает вся техника, компьютер, интерактивная доска, колонки и так далее. Мы прекрасно с этим со всеми сталкиваемся, и не раз, когда вы просите ребят принести на проектный урок, допустим, ватман, фломастеры, ребята вам через два дня приносят только, допустим, цветные карандаши и ножницы, и больше ничего. Соответственно, вам всегда нужно быть во всеоружии, иметь несколько запасных чубиков с клеем, несколько запасных ножниц, обязательно, чтобы у вас был ватман, который, в крайнем случае, по дружбе можно поделить на две части, и будут они рисовать у вас на чуть меньшем формате листа. Обязательно нужно проверить, работают ли у вас колонки. Часто бывает, что проекты проводят под какую-то музыку, расслабляющую, допустим, то есть, чтобы это все-все-все работало. Если у вас предполагается, что вы будете просматривать какие-то презентации, либо, может быть, какой-нибудь видеоролик, который будет способствовать тому, чтобы ребята сделали проект, может быть, более модернизированным, более лучше, чем он должен быть, соответственно, вам нужно обязательно проверить, что работает и компьютер или ноутбук, и интерактивная доска. не игнорируйте проект учащихся, уделяйте внимание. То есть, в конце вашего проектного занятия, проектного урока, старайтесь все-таки уделить внимание, одинаковое, причем, внимание, и одинаковое количество времени на все выполненные проекты. Часто учителя на нашем форуме www.englishes.ru пишут, что у них классы не делятся, и всем классам, все 24 человека сидят у вас на английском языке. Я думаю, что среди вас такие сейчас тоже коллеги есть. Как вам, конечно же, поступить? Вы их делите на малые группы, человек, допустим, по 5, у вас получается приблизительно 5 групп, либо группы будут чуть больше наполняемые, тогда их будет меньше. Когда вы их, вот я вижу, вы пишите, что есть, когда вы в конце получаете готовых 5 проектов, то старайтесь выделять им время на проекты, столько, чтобы в конце урока вы могли всех их опросить, то есть дать им всем возможность представить свой проект. Не пропускайте никого, уделяйте им абсолютно одинаковое количество времени и количество внимания, потому что они над этим старались. Помните, что проект для учащихся это что-то большее, чем просто работа в классе. я даже не буду коллеги спорить насчет справедливый или нет, но если в классе 24 человек, то действительно они не делятся. Это не тема нашего сегодняшнего вебинара, но это по факту. А вот кому-то везет и при 20 уже делят. Это замечательно. Просто действительно, это действительно везение, когда у вас по 10 10 ребят в подгруппе. У меня тоже был класс, который делили, их было 10, и я вела пробационный дневник на EnglishTitch.ru и коллеги очень сильно удивлялись. Ну как так? Им не повезло, а вот кому-то повезло. Здесь зависит от финансового положения учреждения. Главное, что, вернемся к теме, что проект для ребят это не просто проведение урока в классе, не просто урок по учебнику, мы с ними, хотя мы и занимаемся в этот момент по учебнику, то, что мы с вами видели на примерах, но для них все равно проект, проектная задача, проектная работа, как бы мы это ни назвали, это что-то большее, это какое-то творчество дополнительное. У них есть чуть-чуть больше свобода выбора, чуть больше свобода слова. То есть, они этого действительно ждут. Если вы в начале четверти, как советуют и авторы, и известные методисты, все-таки рассказывать о том, что вы будете в этой четверти проходить, я знаю, многие мои коллеги так действительно делают, они еще в начале года, в начале четверти каждый рассказывают, что же будет в конце у них такого интересного, может быть, у кого-то будет какая-то игра, у кого-то будет какая-то постановка театральная, кто-то будет инсценировать какие-то определенные песни. И ребята живут мыслью о том, что у них вот скоро будет такое занятие, на котором у них будет столько всякого самостоятельного, интересного и занимательного. Исследователь формируется не на третьем десятке лет собственной жизни, когда поступает в аспирантуру, а значительно раньше того времени, как родители впервые приведут его в детский сад. Тоже цитата Александра Ильича Савенкова, и она очень актуальна, обратите внимание на вторую часть цитаты, значительно раньше того времени, как родители впервые приведут его в детский сад. То есть, когда они приходят к нам в начальную школу, они уже сами по себе, по своей природе исследователи. Наша задача их дальше продолжить воспитывать и не загубить в них этого исследователя. Что касается литературы, которой можно воспользоваться, которую можно почитать по этой теме. Она у вас перед глазами на слайде. Первые две книги это, конечно, настольные, если, допустим, ваша тема самообразования как раз посвящена проектам. Здесь и методика обучения иностранным языкам под редакцией Миролюбова, и книга как раз о современных педагогических информационных технологиях «День Семенов и Полот», которые как раз подробно описываются про методы проектов тоже. Что касается объявлений, напоминаю, что у нас идет прием заявок на онлайн-апробацию учебников happyenglish.ru на данный учебный год на 2015-2016 учебный год с предоставлением бесплатных учебников. У подробностей всех данной апробации вы можете посмотреть на форуме, вы можете просто зайти на www.inclusion.ru и когда увидите вот такой замечательный баннер, который у меня сейчас на слайде, кликайте по нему и переходите на тему, в которой рассказывается об условиях данной апробации. Обратите на нее внимание. Если кто-то хочет поучаствовать в конкурсах, у нас сейчас идет буквально вот только начался 10 дней идет конкурс «Лучшая методическая разработка», где вы можете найти о ней информацию, вы заходите на englishstitch.ru посмотрите раздел форумы из главной страницы а с форумы и видите там вкладочку конкурсы. И пожалуйста, у вас там вы найдете как раз конкурс методических разработок, который только-только стартовал, и если хотите ими поделиться, то вам к нам. Не за что могу сказать, что первый приз в каждой из номинаций, номинаций там несколько, приз очень хороший и приятный. А если кто-то еще не присоединился к нам в социальных сетях, кому-то может быть интереснее, удобнее узнавать информацию о наших новинках, о конкурсах и так далее в соцсетях, то присоединяйтесь. Мы есть и в фейсбуке, мы есть вконтакте. Уважался, заходите, все открыто, заглядывайте, читайте. Что касается интернет-магазина, то ссылка у вас на слайде. А ссылки на соцсети тоже все здесь есть. Мы есть и в инстаграме, и в твиттере. Пожалуйста, welcome, как говорится. У меня все. Если у вас какие-то вопросы ко мне, с удовольствием отвечу. Может быть, вернусь на какой-то слайд. Если вопросов нет, то будем давать вам код для генерации сертификата.